а теперь касательно моего ноутбука и все истории с этим моим экземпляром в общем я вам уже говорил что я его приобрел на авито и тут знаете какая интересная история возможно это карма это что-то типа такое да или какие-то мои какие-то замуты в общем когда я покупал ноутбуки с амазона ebay у меня каких вообще проблем с ними не было то есть они реально круто работали нормально работали ничего там не глючево ничего не отваливалась но за исключением каких-то вещей которые вот ну сами по себе ломались охлаждение от asus это нормальная тема еще какая-то фигня там плохая матрица но это все заводской и тут никакой связи с продавцами нет когда же я купил в россии я приобрел сразу же с первого раза это можно сказать удача ноутбук не просто ноутбук вот этот asus а это оказался оу-оу-оу постой ковбой сейчас я вам расскажу продолжение этой истории однако всю историю вы еще не знаете она будет идти далее после этого момента это будет такой небольшой спойлер да на будущее я бы сказал так от которого у вас встанут возможно волосы в неожиданных местах наша история начинается предновогодние дни дело было 28 декабря дискодансер ронин снова создает видео для хейтеров естественно для кого же еще неожиданно ему приходит новогоднее письмо от компании asus на его почту в котором говорится следующее производитель хотел бы выкупить у вас данное устройство вы не могли бы прислать доказательства покупки для анализа естественно эта новость от компании asus перевернула его жизнь с ног на голову и он понял что он уникален потому что он наверное единственный блогер которому компания asus предложила выкупить свой же ноутбук на следующий день он предоставляет все данные для анализа компании asus в которых видно и предельно ясно за сколько он этот ноутбук купил откуда он его купил у кого он купил ну и конечно же выслал все доказательства покупки именно им этого ноутбука совита в ответном письме asus попросил дискодансера ронина предоставить серийный номер этого ноутбука что он конечно же сделал и далее он получил последнее сообщение от asus в котором значилось следующее ну а что именно ему написал представитель компании asus вы сможете узнать в этом видео для поддержания интереса у зрителя в определенный момент этого видео будет вставлен ответ компании asus в каком именно месте я вам конечно же не скажу но в определенный момент вы узнаете что же мне написала компания asus и этот ответ на самом деле стоит того чтобы посмотреть море воды которую я конечно же налил взбаламутил и все прочее и прочее в общем послушайте историю которую рассказывает дискодансер ронин и потом узнаете чем она закончилась а это оказался инженерный тестовый образец ноутбука asus h5 600 к и целом он ничем не отличается от того что будет вот производить asus но тут есть какие-то моменты с которыми приходится мириться моем случае первое это матрица на которой есть пятна они вот прям посередине экрана 2 или 3 и еще у меня как-то вот на левой части экрана за счет того что сама матрица она находится в такой металлической какой-то жесткой фигне она как будто немножечко загибается и при первом включении ноутбука после вот как он стоял ночь допустим лежал у меня в сумке там идут вот такими как бы ореолами полоски но не полоски а такие как бы знаете как будто такое чувство что он немножечко вот эта металлическая планка которая на которой матрица находится она ее выдавливает в какую-то часть через некоторое время они пропадают мне кажется из-за того что матрица сама чуть-чуть нагревается и вот эта металлическая жестянка как бы выпрямляется и их не видно тут какая-то интересная история была у меня с колесом помните я вам говорю что она не включается как оказалось обнаружил я отсутствие шлейфа вообще ну то есть его просто не было и я его приобрел и потом подключил к материнской плате и все заработало у меня интересная история у меня с кулерами 90 процентная вероятность что при первом включении после вот небольшого промежутка времени ну за ночь если он лежит у меня в сумке он включает кулера на максимальную мощность это в принципе не так громко это вот как бы вообще изначально это максимальный оборот этих кулеров но это происходит постоянно то есть каждый день когда его включая он так делает путем проб и ошибок я нашел что эта фигня как-то связано с программы asus optimization это фирменная утилита asus она как раз таки за регулировку кулеров отвечает и фишка в том что если выключить эту службу он работает только вот на минимальных оборотах то есть есть там три режима какой-то тихий режим потом средний режим и режим максимальной производительности вот он работает в тихом режиме и поэтому греется очень сильно и мне страшно становится поэтому я эту программу решил все-таки не выключать и хоть он как-то так работает пусть он хоть и так работает я нашел как лечить эту тему получается ты его включаешь включается эта штука все крутится вертится и невозможно это остановить тебе необходимо зайти в управление компьютером зайти в службы перезапустить эту службу asus optimizator и получается выключить ноутбук и включить и вуаля все работает прекрасно однако иногда можно его и просто выключить и включить если вы выберете вариант перезагрузить он просто перезагрузится и дальше будет молотить кулерами тут именно вот такая фишка либо перезапустить эту службу либо просто его выключить и включить и последняя фишка моего ноутбука за 135 тысяч с которой я очень долго боролся и вы не представляете сколько я нервов потратил на эту тему и я вообще просто не мог понять что с ним не так я думал у меня отваливается графический чип я думал какие-то еще проблемы с ноутбуком райзен там умирает я вообще думал что сам ноутбук этот кривой он сейчас умрет у меня прямо на руках но за 135 тысяч это самая выдающаяся покупка на самом деле была бы которая у меня сломалась на руках но к счастью этого не произошло когда ты играешь через некоторое время у тебя начинает подвисать изображение допустим вот у меня будет видео ведьмак у меня бежит как бы картинка движется а его как бы назад откидывает и вот такая тема происходил абсолютно во всех играх в танках я играл у меня даже один бой был в котором я взял мастера но этого вряд ли что-то скажет но в общем вот так вот в таком виде я играл когда у меня танк все время дергался то есть ты поворачиваешь он откидывает его назад я вообще не мог понять что это за хрень этом переустанавливал кучу драйверов все там я делал биосы сносил переставлял новые биосы переустанавливал windows ставил десятку вставил 11 эта проблема не уходила чтобы вы в полной мере почувствовали моё отчаяние я вам расскажу что я писал в поддержку asus и это ничем не кончилось я писал в поддержку nvidia это тоже ничем не кончилось я писал даже в поддержку amd и это тоже ничем не кончилось все варианты которые я мог испробовать я все испробовал я просто не мог понять что происходит я уже там записывал куча видео не мог понять куда мне копать и носил этот ноутбук моему знакомому который занимается ноутбуками которые вот реально крутой чувак и профессионал своего дела и он тоже не мог понять в чем проблема однако в какой-то момент меня осенило что вот вся эта фигня она может быть как-то связано с блоком питания и реально и в итоге оказалось что это проблема с блоком питания я не знаю что с ним не так но в общем фишка в том что через какое-то время видимо по всей видимости он нагревается и начинает как-то вот что-то выдавать неправильно ноутбуку что ли или питание или что-то такое в общем если ты его просто в этот момент вырубишь да вот от блока питания все прекрасно на нем работает все сразу глюки попадает все у тебя нормально работать ничего не тупит в зарядку подключаешь все начинает виснуть опять я долго думал что же сделать что же сделать у меня был радиатор там где-то валяется я может покажу его может не покажу короче я приклеил на него радиатор такой здоровый алюминиевый и все и глюки прекратились вы просто не представляете как я вздохнул с облегчением потому что я понял что все таки это проблема не в ноутбуке именно вот блоки питания но в то же время пришло и огорчение в том что нужно еще покупать отдельно блок питания как я уже говорил ранее я писал насчет этой проблемы в nvidia я их очень долго короче мучил этого чувака который мне писал и наверное неделю или полторы мы с ним общались он уже даже не знал как от меня избавиться я могу так он такой битвой блин чувак уже типа ну мы нашли вроде твою проблему я гране они нифига не нашли он в общем сказал что мы не знаем идите васус в этот проклятый и решайте с ними эту проблему ну я естественно васус написал тоже в india тоже написал но с ними я потом уже не стал общаться я сказал что я решил проблем ну потому что они не могут на самом деле ничем тебе помочь целом и начинают всякие одни и те же моменты спрашивать которые ты уже по 500 раз всем показал рассказал и начинает раздражать васусе в русской поддержке мы долго общались с поддержкой короче это за него где-то наверно две или три недели они там что-то решали они там пытались мне помочь предлагали переустанавливать windows еще что-то предлагали делать в общем все свелось к тому что я начал у них просить только два момента первый момент это сделать мне замену блока питания на новый учитывая что это инженерный образец ну это я узнал кстати и службу поддержки второй момент который я просил это скинуть не полный дамп bios ну потому что вот мой знакомый который занимается ноутбуками он сказал что возможно учитывая что это вот инженерный или тестовый образец там есть какая-то проблема именно вот где-то вот в этих загрузчиках и типа вот этот полный дамп он скорее всего решит эту проблему в общем они меня долго мурыжили там эти что-то писали чуваки что так сяк в итоге все решилось к тому что блок питания ними не могут поменять потому что asus не делает таких замен и могут они мне его починить но не могут сделать замену bios они мне также не могут дать потому что bios является там каким-то чем-то там невероятно крутым ему есть доступ только у тех чуваков которые работают вот этих авторизованных сервисных центрах asus вот такие вот пироги две или три недели переписывались мы с ним ну и в принципе вот такая история они еще и выясняли у меня откуда у меня этот инженерный появился но я сказал что я его купил просто совета я думаю они может быть не поменять ноутбук и это было бы вообще невероятно круто но на самом деле они там что-то мурыжили-мурыжили и в итоге сказали что идите лесом вы со своим ноутбуком тестовым ну и хрен с ним что он тестовый вообще мы его не делали это не наш ноутбук и иногда оказалось так как при общении что это не их ноутбук и asus к этому ноутбуку который сделан под маркой asus никакого отношения не имеет вот как-то так вот такие мне впечатления были ну что же дорогой зритель ты наконец дошел до того момента в котором я озвучу официальную позицию компании asus по выкупу моего ноутбука я не буду говорить своими словами я просто процитирую все сообщение целиком данный ноутбук не поставляется в россии или другие страны мира и по нему нет данных по производству на наших заводах поэтому он не подпадает ни под какие типы гарантии от производителя мы готовы выкупить данный экземпляр в целях анализа и проведения внутреннего разбирательства что это за аппарат и как он оказался в россии мы готовы предложить максимальную сумму выкупа ноутбука в 35 тысяч рублей вот такая развязка у нас компании asus получилось и этим ноутбуком это меня есть честно удивило потому что учитывая что компания asus совершенно не знает где произведен был этот ноутбук учитывая что это ноутбук компании asus и на нем написано asus и вообще там со всех сторон написано asus и внутри написано asus и все программы на него ставятся компании asus без всяких проблем и они обнаруживают этот ноутбук и даже серийный номер на нем есть и вот такая вот история что вы все равно компания asus не знает где он был произведен кем он был произведен невозможно он не был произведен компании asus и был произведен другой компании asus или третьей компании asus или может левым коленом компании asus в общем история довольно таки загадочная мутная и невероятная и вообще очень невообразимо нереально я бы сказал такой замечательный положительный ответ компании asus с предложением 35 тысяч рублей учитывая что я купил этот ноутбук за 135 тысяч они видимо единичку потеряли когда писали и получилось 35 тысяч рублей в общем он поставил жирную точку в моем понимании что эта компания себя представляет и теперь я понимаю что все не напрасно да и все что я не думаю это все является правдой вы возможно можете начать ее там не знаю защищать как то нет они нормальные пацаны и вообще то есть чё я сломалась у меня пошел там вас с ногой запнул они такие о ничего чувак у тебя есть все гарантия мы через новый поменяем просто еще будет все по красоте возможно такое когда-то происходит но возможно это происходит вообще где-то вот в уме одного человека и на самом деле когда ты приходишь такой серьезной проблемой не говорят возьми свой ноутбук и засуни себе ну туда ты понял да куда тебе нужно его засунуть все и тут у нас нету три бумажки цифра к затерлась мы не знаю может быть ты вообще не купил в асусе или вообще не знаю где-то его достала и короче засуни себе в за или плати нам деньги и мы его сделаем это конечно будет самым правильным решением в этом случае как по мне вся эта история получилась довольно таки интересная и мне кажется что я единственный блогер в мире на ютюбе которым предложила компания asus выкупить вы представите какой уровень человека это человечище и компания asus мне предлагает выкупить ноутбук чтобы я его не поливал грязью но я его не поливаю грязью на самом деле если вы посмотрели видео в котором я о нем рассказываю у него только исчез на плюсы я очень сильно хотел чтобы компания asus обменяла мне его но они конечно же что сделали они сказали что к сожалению мы этого сделать не можем но зато мы можем его выкупить за 35 тысяч рублей и сделать анализ как же он вообще откуда же он появился на свет возможно его сам дьявол создал чтобы вот поручить судьбу асуса по всему миру потому что он будет ходить из рук в руки и все будет им пользуются и думать что за асус что за говно делать на этой же ноте я с вами буду прощаться однако я вам кое-что еще скажу я купил себе новый игровой ноутбук и знаете как он называется леново и с этой мыслью я вас оставляю все всем пока после того как я русскую поддержку написал асуса и закончил с ними диалог я решил написать еще в англоязычную поддержку асуса там же на мою историю в которой я объяснял что как работает и для чего мне нужен новый блок питания и почему мне нужен bios мне предложили сначала переустановить windows потом еще какую-то дичь предложили обновить bios потом еще какую-то дичь предложили в общем у меня вообще создалось впечатление что они вообще не читают что ты им пишешь и они обычно отвечают на один вопрос ну то есть если ты написал два не дай бог или три вопроса в своем сообщении они просто игнорируют все три да и вообще не отвечает ни на один если написал один они ответят на 1 но если написал 2 есть вероятность 50 на 50 что тебе на один ответит ну и непонятно на какой обычно это первый там за него это меньше где-то неделю но в итоге смысл в том что они мне сказали что asus не может сделать ничего с моим ноутбуком потому что у них нет деталей в сервисном центре asus usa вот такая интересная история про asus окей понятно что может быть это не ноутбук asus а да это какой-то другой ноутбук от asus а и вообще этот asus какой-то другой asus и вообще они как бы не связаны эти asus а ну так вот чтобы поддержка сказала asus а что не могут они сделать ничего со своим ноутбуком но это прям знаете это прям пробило дно вот всего вот всего что у меня было связано с asus я как бы и всегда знал что asus ну не совсем хорошие ноутбуки делать да скажем так и какая-то у них плохая служба поддержки и про англоязычную службу поддержки я наслышан пока не мере ты смотришь на амазоне отзывы людей на вот всякие ноутбуки asus там сразу впечатление просто негативное сказывается но настолько чтобы было все плохо я если честно не ожидал так что если вы купите такой ноутбук от asus новый крутой у вас будет гарантия и не дай бог он сломается не приведи господь и вы наверное скорее всего даже не сможете его починить потому что они скорее всего скажут что это ноутбук произведен был не ими или у них нет запчастей на свой же ноутбук но это прям какой-то сюр это же честно и как это еще назвать это какой-то бред шизофрения какая-то в общем такая интересная история со мной приключилась наседине того чувака который мне продал этот ноутбук он мне ничего об этом конечно же не сказал и про все эти проблемы я узнал уже когда его купил если бы я знал тогда изначально что вот этот ноутбук является инженерным или тестовым образцом я бы конечно бы ни в коем случае его не купил возможно вы просто думаете что вот так тебе и надо там получил хотел купить дешевый ноутбук и получил говно какое-то да возможно мне так и надо но в целом тут знаете момент такой что это вот честность если человек нечестен то как бы о чем тут говорить я вот если честно сейчас его продаю я про эти минусы говорю я написал что у него есть какие-то засветы на экране я написал что вот такая есть проблема с блоком питания и есть проблема с кулерами это честно вот это на вот этом и строится мне кажется мир возможно я в какой-то вселенной неправильной живу и надо писать что все чики-пики как он писал что типа топовый огонь ноутбук и никаких у него проблем и состояние нового но на самом деле он имеет какие-то там следы эксплуатации ну за счет того что на крышке в основном потертости какие-то небольшие ну не прям царапин ну вот потертости именно и мне кажется это не честно ну точнее я знаю что ты не честно и возможно даже знал что это инженерный образец а друга у которого он его купил и тот его привез из китая он просто решил придумать ну чтобы вспихнуть этот ноутбук и вот вспихнул он его мне ну а на этом я буду с вами прощаться если вам понравилось это видео не забудьте поставить лайк подписаться на канал но если у вас есть какие-то вопросы или допустим вы хотите защитить честь asus напишите мне в комментариях почему я не прав и ну с чем я уже не прав могу быть сас по моему тут все предельно ясно и все понятно на этом у меня все с вами был дискодансер всем большое спасибо и пока